Девушки отдыхают Давайте знакомиться В Чебоксарах в апреле появился футбольный клуб Это очень приятно для нас Это очень почетно, это очень интересно Познакомьте, пожалуйста, нас с клубом, с ребятами Кто туда входит, как создавался Раскройте интригу На самом деле достаточно большое событие для города Появление футбольного клуба Потому что есть хоккейный клуб, баскетбольный И наконец появился, скажем так, в будущем Профессиональный футбольный клуб уже Что касается Самого комплектования и состава команды То на данный момент мы участвуем в чемпионате республики И состав полностью из местных ребят Но и в дальнейшем Мы планируем Состав именно из местных воспитанников Потому что, скажем так, политика клуба такова Чтобы играли местные Чтобы ходили люди на своих ребят И, скажем так, какое-то развитие футбола В регионе, оно, конечно же, было Ну вот в апреле вы официально появились Как работа шла? Город как на встречу пошел? Расскажите, как шло взаимодействие? Как создавался клуб? В апреле, да, был создан клуб Непосредственно при, скажем так, участии Алексея Олеговича Главы города Также поспособствовало Потому что постоянно были на контакте Мы с начальником управления физкультуры Александром Евгеньевичем Маловым И уже в конце апреля, да, было окончательно решение принято Что футбольному клубу быть И вот мы в кратчайшие сроки уже, скажем так, докомплектовались Потому что состав был не совсем, ну, подобающим, скажем так Но и сейчас также селекция продолжается Мы продолжаем все укрепляться и собирать состав Ну, расскажите немножко о себе Все-таки главный тренер Это фигура, которая вызывает всегда жгучий интерес И кто тренирует наших ребят? Кто возглавил этот клуб? Ну, я начинал, на самом деле, тоже с детей Здесь же в Чебоксарах Когда закончил играть, набрал группу детей Здесь в Чебоксарах После этого поступило предложение После одного из турниров Войти в штаб женского футбольного клуба На тот момент еще был такой клуб ЦСП Измайлова Ну, то есть я это предложение принял И год был в составе, в тренерском штабе Футбольного клуба ЦСП Измайлова После этого поступило предложение От такого гранда, там, женского футбола Как футбольного клуба «Россиянка» То есть это топовый клуб Даже по меркам европейских чемпионатов И уже через три года совместно работы в клубе Ее назначили главным тренером национальной сборной России И, конечно же, свой турнирский штаб Она, действительно, с собой пригласила национальную сборную И вот два года, два с половиной года Мы отработали в штабе национальной сборной Вышли в Чемпионат Европы в финальную часть На финальной части чемпионата Европы одержали первую в истории России победу. То есть до этого Россия не побеждала на чемпионате Европы в финальной части. Мы обыграли Италию 2-1. Ну и да, потом матч со Швецией и Германией, скажем, не совсем сложились для нас. Мы потерпели два поражения и с групповой стадии мы не вышли. После этого, скажем так, немножко переосмыслив какие-то моменты, я решил, что надо что-то поменять. И разговаривал здесь опять-таки с Малом Асенгеевичем. То есть поступило такое предложение о создании футбольного клуба. Мы стали его обсуждать. Я составил программу развития клуба. То есть ее утвердили. И после нескольких еще встреч с Алексеем Олеговичем было принято решение о создании футбольного клуба «Спартак». Ну давайте познакомимся тогда с игроками, с основными участниками. Кто вошел туда? В состав вошли... была команда «Динамо». Мы являемся опять-таки правоприемниками футбольного клуба «Динамо» Чебоксары. Поэтому большая часть игроков вошла именно оттуда. И плюс за тот короткий период, который был у меня, я успел собрать еще пару ребят из других команд, даже другого дивизиона, с первого дивизиона, плюс молодых ребят. То есть этот состав на первый круг я был доволен, скажем так, селекцией. Сейчас селекция продолжается. Я продолжаю искать ребят, искать. Сейчас мы уже будем укрепляться, скорее всего, шесть человек мы в составе поменяем. Опять-таки уклон идет все-таки в большей степени на молодых ребят. Чем сейчас занимается команда? Какие-то тренировки идут, вы участвуете в играх, в чемпионате? Да, сейчас мы участвуем в чемпионате Республики. Сегодня у нас вечером матч Кубка Республики в 1-4 части дома. Поэтому, в общем-то, я здесь успел сегодня. Тренировочный процесс идет у нас каждый день. То есть в этом плане ребятам вначале было тяжело, потому что не привыкли каждый день тренироваться. И вообще само понять тренировочный процесс довольно-таки сложно для них восприниматься. Но сейчас уже два месяца мы работаем вместе, и ребята уже многие вещи понимают, многие принципы начинают понимать. И, скажем так, в какой степени я доволен той работой, которая идет. А тренируетесь вы где? Расскажите о тренировочной базе и какие планы? Тренируемся мы на стадионах труд и стадионе Олимпийский, на искусственном покрытии. Но это, скажем так, временно, потому что пока наш поле «Спартак», стадион уже сдан, то есть поле тоже готово, но мы его пока бережем, чтобы, скажем так, трава укрепилась, и мы могли смело уже выходить во втором круге, и в следующем году тоже, чтобы проблем не было с полем. То есть мы его пока, скажем так, бережем. А так раздевалки и сама администрация «Спартака» все нас ждут, когда мы уже, скажем так, приедем в свой дом. Хорошо, тогда пока вы тренируетесь на стадионе труд, а как тренировки проходят и сколько часов в день вы тогда там проводите? Ну, стандартно считается тренировкой полтора часа, но мы отталкиваемся от тех задач, которые, естественно, я там ставлю на тренировки. То есть она, возможно, иногда затягивается, то есть это тоже бывает. Ребята с пониманием относятся? Да, конечно. Есть какие-то моменты? Нет, в этом плане ребята большие молодцы, им только можно, скажем так, с уважением к ним относиться, потому что у меня, опять-таки, состав, многие ребята, половина состава буквально, они рабочие, то есть футбол, это они как совместители. То есть они, представляете, с утра отработали, приходят вечером еще на тренировку, и вопросов к ним, честно говоря, как бы, ну, нет. То есть в этом плане небольшие молодцы. Вот, а так, тренируемся мы каждый день по, ну, грубо говоря, берем полтора часа, да, работа идет. Какие-то свои методы секретные есть, как вы с ребятами взаимодействуете? Честно скажу, что... Тренируете выносливость, я не знаю, развиваете лох. Честно, секретов каких-то нет, потому что в футболе давно все известно. Один, в момент, в котором я столкнулся, ну, определенный опыт работы есть, и, честно скажу, что могу даже в этом признаться, что когда я приходил, взгадал команду, думал, сейчас это наработки, я буду, как бы, использовать, и... Но начинал пробовать, и не шло. То есть не идет у ребят. Начинаешь менять, и четыре раза, вот честно скажу, четыре раза менял тренировочный процесс. Подход тренировочный процесс менял. За два месяца уже? Да, за два месяца четыре раза поменял именно тренировочный процесс. То есть пробовал одно, другое. И поэтому тоже могу честно сказать, что фактически как ребята учатся, да, наверное, в футболу, так и я продолжаю учиться вместе с ними. То есть для меня это тоже вот момент, ну, который я предполагал, потому что я был помощником главного тренера. Сейчас все-таки я возглавил и являюсь главным тренером. И вот именно тот, наверное, драйв и адреналин, который он, главный тренер, всегда присущ. Вот его я сейчас, конечно, получаю, и приходится очень много работать в плане, ну, вот именно планируем трешный процесс, потому что какие-то ребята со школы пришли, то есть есть определенные навыки и принципы, они как бы понимают. Некоторые ребята вообще даже в детских школах не занимались. То есть приходится, кого-то приходится, скажем так, реанимировать, потому что большой пропуск был и тренировок, и игр, то есть не играли люди, есть такие у меня. Ну, кто-то даже есть, когда там после армии приходят люди, естественно, в футбол не играли, но видно, что есть предпосылки, то есть с ними надо просто именно работать. То есть я правильно понимаю, есть человек, который увлекается футболом, допустим, гоняет в уличный футбол и, допустим, хочет попробовать себя в профессиональном, он может прийти к вам на какой-то кастинг или что у вас? Да, конечно, конечно, это просмотр, не кастинг, просмотр. И на самом деле и просится в команду, да, посмотреть, попробовать себя. То есть я, в принципе, не отказываю никому. А чего вы отталкиваетесь тогда? По каким критериям вы принимаете? Ну, в первую очередь, конечно, когда именно разговариваешь, когда просишь на просмотр, конечно, интересуешься, где занимался, у какого тренера, сколько занимался, когда в последний раз сыграл. То есть эти моменты довольно-таки важны, чтобы понимать. Есть такой момент, что, особенно в детском футболе, то, что кому-то везет больше, есть у кого-то площадка во дворе, у кого-то этой площадки нет. Но, возможно, у ребенка есть предпосылки, их просто надо развить, они просто еще не развиты. Так же и тут смотришь на то, ну, на мелочи именно, обращаешь внимание. Да, возможно, он сейчас не готов на все свои там 100%, скажем так, но замечаешь какие-то вещи, которыми можно работать, и понимаешь, что у нас с человеком можно дальше продолжать работать и что-то в нем развивать. Конечно, есть такие, которые, ну, на энтузиазм приходят попробовать, как мы говорим, спасибо большое, но... Какие планы? Вот сейчас вы играете в чемпионате, а дальше? Сейчас, да, мы играем в чемпионате, первый круг подходит к концу. Какие сейчас успехи? Мы сейчас идем на первое место, делим первое место с клубом «Химик» Вурнары. То есть вот мы по 20 очков, мы делим первое, второе место мы делим. Продолжаем борьбу в Кубке Республики, в 1-4 мы играем. Дальнейшие планы – довести этот чемпионат до конца. И уже мы и сейчас продолжаем селекцию, но я думаю, в октябре, ноябре, декабре мы там никакой опыску ходить не будем. Мы именно будем продолжать смотреть и ребят я буду просматривать, чтобы в феврале, скажем так, уже где-то конец января-февраль, начать подготовку к участию в третьем дивизионе. То есть планы у команды именно не республиканские соревнования, а выход на Россию. И вообще сама идея очень хорошая в том плане, что команда не создается просто из ничего и сразу на Россию. То есть мы имеем целый год на обкатку, на, скажем так, посмотреть местных ребят, просмотреть всех, чтобы никого не упустить. Чтобы на самом деле можно было сказать, что мы просмотрели всех и собрали на самом деле лучших. Поэтому в этом плане то, что мы этот год участвуем в чемпионате Республики, а в следующем году зайдем уже в третий дивизион, это очень хорошо, потому что мы войдем уже, ну, фактически сложным коллективом. То есть вы пока сыгрываетесь? Да, да, команда в принципе на стадии формирования находится. Она каждый день в стадии формирования пока. Хорошо, но не могу не спросить про чемпионат мира, которым болеет вся страна, весь мир. За кого болеете? Смотрите ли вообще, как ваши подопечные реагируют на все, как на нашу сборную ориентируются? Ну, конечно, мы болеем за сборную России. Тут другого ответа быть не может. И вне зависимости, как много сейчас критики идет, что там играли от обороны. Ну, я знаю, что такое футбол на уровне национальных сборных. Критерий один в национальной сборной – это результат. Если команда дает результат, значит, все идет правильно. Если результата нет, будь это сборная Испании и Бразилии, значит, что-то там идет не так. Поэтому я бы хотел призвать болельщиков, все-таки болеть за сборную России, поменьше критиковать футболистов. Но что касается каких-то других команд, то на самом деле событие большое чемпионат мира. И следишь, в первую очередь, еще за какими-то новыми тенденциями, которые всегда на вот таких крупных соревнованиях проявляются. То есть какой-то крен в сторону атаки или обороны, то есть он всегда проявляется. И сейчас уже многие вещи, они заметны на этом чемпионате. Например, что раньше всегда звезды много решали. Месси, Роналду. То есть сейчас это несколько уходит на второй план. И вот командные действия, да, они сейчас показывают, что, как в свое время там говорили, что порядок бьет класс. Но сейчас на самом деле это очень часто видно, что все команды примерно равны. И все команды именно командными действиями, то есть создают большие проблемы грандом мирового футбола. То есть вот такой момент, он есть интересный. Спасибо большое. Я думаю, что все чубоксарцы будут болеть после нашей с вами программы и за наш клуб, и обязательно за Россию на Красной площади, на большом экране смотреть уже в ближайшие дни за предстоящим матчем. Спасибо большое, что нашли время, пришли. Спасибо, что пригласили. Хороших вам тренировок, побольше голов, интересных игр. И приходите к нам еще. Спасибо. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения «Чубашия». Субтитры подогнал «Симон»